Евросоюз запрещает импорт российского золота, но в то же время может смягчить санкции в отношении продовольствия. Еврокомиссия обсуждает седьмой пакет. Минобороны России объявила Дом офицеров главной целью ракетного удара по центру Венеции, в результате которого погибли более 20 человек. Владимир Путин освободил от должности главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. В Кремле подчеркивают, что претензий к чиновнику нет и ему предложат другую работу. Европейский Союз запрещает импорт российского золота, в том числе через третьи страны. Золото считается второй по важности после углеводородов статьей российского экспорта. По западным данным, в 2020 году Москва получила от продажи драгоценного металла 18,5 миллиардов евро. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйн в твиттере заявила, что Россия должна продолжать платить высокую цену за агрессию. Кроме того, новый санкционный пакет, предложенный Еврокомиссией в пятницу, будет касаться химикатов и машиностроения. В Брюсселе при этом отмечают, что это скорее не полноценный седьмой пакет, а дополнения и изменения к предыдущим. То, над чем сейчас Еврокомиссия работает вместе с государствами, это не очередной пакет санкций, а фактически доводка некоторых деталей предыдущих пакетов до конца, чтобы предотвратить любую возможность несоблюдения ограничений и заблокировать некоторые пути обхода, которые мы обнаружили в ходе реализации этих санкций. Кроме того, мы приводим наши пакеты в соответствии с решениями Большой Семерки. В Брюсселе в то же время особо подчеркивают, что новый пакет не будет касаться продовольственных товаров, а по данным СМИ Еврокомиссия может даже смягчить ранее введенные санкции в этой области. Кроме того, европейские политики заявляют, что в список вновь не попадет российский газ, поскольку для многих стран ЕС это будет означать серьезные энергетические проблемы. Минобороны России объяснила ракетный удар по Виннице, в результате которого погибли более 20 человек. В Москве заявляют, что целью был Дом офицеров, где якобы проходило совещание с иностранными поставщиками вооружений. Речь идет о крупнейшем концертном зале в области. Киев наставит на том, что не использовался в военных целях. Этот день в очередной раз доказал, что Россия должна быть официально признана государством-террористом. Больше ни одно государство мира не представляет собой такой террористической угрозы, как Россия. Ни одно другое государство мира не позволяет себе ежедневно уничтожать крылатыми ракетами, реактивной артиллерией, мирные города и жизни простых людей. В числе погибших и раненых в результате ракетного удара по Виннице музыканты, которые готовились к концерту в поддержку Украины, женщины и дети. Сильнее всего пострадало офисное здание у Дома офицеров. Были повреждены жилые дома. Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель напомнил в связи с этим, что систематические убийства мирных жителей – это военное преступление. Удар по центру города осудил генсек ООН Антонио Гутерреш. Президент России Владимир Путин освободил от должности главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Он занимал этот пост с 2018 года, а еще до того несколько лет курировал космическую отрасль на посту вице-премьера. В Кремле подчеркнули, что никаких претензий к работе Рогозина не было. Наоборот, его деятельность называют весьма успешной и результативной. А отставка связана с переходом на другую работу. В российских СМИ, которые Москва объявила иноагентами, не исключают, что чиновник получит должность в президентской администрации и будет курировать самопровозглашенные Донбасские республики или оккупированную территорию Украины. Роскосмос же возглавит вице-премьер Юрий Борисов, курировавший в том числе оборонное и космическое направления. Драги уходит в отставку. Моторелла говорит нет, выборы все ближе. Под такими заголовками вышли в пятницу передовицы ведущих итальянских изданий. В стране начался период политической неопределенности в связи с правительственным кризисом, спровоцированным популистским движением пяти звезд. Премьер-министр Марио Драги, чья отставка была отклонена президентом, рассчитывает на свои силы, чтобы заручиться достаточной поддержкой и завоевать доверие парламента. Что думают об этом жители Рима? Это правительство никогда не избиралось. У нас были правительства во главе с технократами в течение 30 лет. Мы должны объявить выборы и пусть правит тот, кто победит. Бесполезно говорить больше. В этот момент мирового кризиса такая ситуация неприемлема. Нам нужно, чтобы эти люди пришли к соглашению, чтобы мы отложили этот кризис до конца лета. Дождались конца войны. По результатам опросов, если бы кризис привел к досрочным выборам, в них победили бы крайне правые. Хотя они были бы не единственными бенефициарами. Аналитик Джованни Арсина, декан школы государственного управления Луиса, говорит. Правые партии празднуют последние события. Они здесь главные победители. Конечно, Мелони, но также в некотором смысле Сальвини и Берлускони. Это потому, что если нынешнее правительство останется, у них будет больше пространства для себя, и они получат больше власти. Если наоборот это правительство рухнет, то будут досрочные выборы. Но эта нестабильная ситуация сложится не по их вине. Прежде чем предстать перед парламентом в среду, Драги заключит историческую сделку по поставкам энергоносителей из Алжира, которая положит конец зависимости от российского газа. Этот козырь может сыграть ему на руку и обеспечить больше поддержки. Европейская комиссия подала в Европейский суд на Венгрию в связи с принятием ею так называемого закона о защите детей, который направлен против ЛГБТ и сообщества. Закон запрещает изображение гомосексуализма в материалах, адресованных несовершеннолетним, что венгерское правительство называет борьбой с педофилией. Еще в прошлом году Брюссель возбудил против Будапешта процедуру, предусмотренную за нарушение общих норм и потребовал от него объяснений. Представитель Еврокомиссии заявил, что от Венгрии поступили неудовлетворительные ответы. Комиссия считает, что этот закон нарушает законы внутреннего рынка и законы о защите физических лиц в том, что касается их основных прав и ценностей Евросоюза, сказал Кристиан Вигант. В последние десятилетия руководство Евросоюза жестко критикует и наказывает Венгрию за откат от демократии и верховенства права. Премьер-министра Виктора Орбана обвиняют в антилиберализме и диктаторских замашках. Организация геев и лесбиянок «Запрещенные цвета» призывает приструнить Будапешт еще до принятия решения судом в Люксембурге. Ее глава приветствовал шаги Брюсселя. Безусловно, это важная символическая победа для нашего сообщества, сказал Реми Бони. Дело против ингерского правительства будет выиграно в Европейском суде, но пока Орбан использует наше сообщество в своей стране в качестве козла отпущения. Мы призываем Еврокомиссию посредничать между ними, а также использовать механизм верховенства закона для пресечения нападок на права ЛГБТИ в Венгрии. Еврокомиссия также передала в Европейский суд дело венгерского клуба «Радио», который потеряла частоты для вещания в прошлом году. Брюссель назвал действия Будапешта против этой оппозиционной радиостанции непропорциональными и непрозрачными. Все эти иски не повлияют на финансирование Венгрии из фондов Евросоюза. Соединенные Штаты поддерживают решение о создании двух государств для урегулирования Палестино-Израильского конфликта. Джо Байден сказал это перед израильтянами и повторил перед палестинцами. Свой визит к Вифлеем президент США завершил посланием надежды. Должен быть определен политический горизонт, который палестинский народ смог бы увидеть или хотя бы почувствовать, сказал Байден. Мы не можем позволить чувству безнадежности украсть будущее, над которым многие так долго работали. Так что даже если в данный момент почва для возобновления переговоров не созрела, Соединенные Штаты и моя администрация не откажутся от попыток сблизить палестинцев и израильтян. После нескольких месяцев напряженности в результате всплеска насилия в зоне конфликта палестинский лидер Махмуд Аббас обратился к Израилю с мирным посланием. Как и Байден, он попросил правосудия в деле Палестино-американской журналистки, убитой в мае прошлого года израильскими военными. Что касается убийства мученицы, журналистки Ширина Абу Акле, убийцы должны быть привлечены к ответственности, сказал Аббас. Их безнаказанность приведет к эскалации насилия с одной стороны, а с другой стороны потери надежд на лучшее будущее. После посещения палестинских территорий Джо Байден направился прямо в Тель-Авивский аэропорт Бен-Гурион, где его ждали президент и премьер-министр Израиля, чтобы проводить в Эр-Риад. Визит в Саудовскую Аравию дипломатически очень сложен, но начинается с жеста доброй воли со стороны властей королевства. К визиту Байдена они проурочили открытие воздушного пространства для всех авиаперевозчиков, сигнализируя об отмене давнего запрета на израильские полеты над своей территорией. Жители Ливана вынуждены стоять в очередях, чтобы купить хлеб. В стране наблюдается нехватка пшеницы. Между тем, в разрушенном в результате взрыва порту Бейрута возник пожар в силосной башне, и конструкция может обрушиться. Загорелись остатки гниющего зерна. Власти Ливана до сих пор не представили проект по восстановлению морской гавани.